Так, ну что, ты водные слова скажешь, или что? Давай-давай, оправдывайся в самом начале. Друзья, рад приветствовать вас на этом шоте, который проходит на конференции по сетям NextHop, и у нас в нашей импровизированной студии Женя Сафронов с офигительным докладом про GPDK для Firewall. Ну да, по-моему, доклад сейчас... Пока на NextHop самый такой интересный, веселый доклад был, как мне кажется. Обсуждаемый в чатиках. Обсуждаемый в чатиках? А что в чатиках-то говорят? Не оценили? Нет, в смысле, наоборот, оценили. Там, кажется, дискуссия ушла далеко на GPDK срач. А, ну так срач вокруг GPDK, это правильно. GPDK, WS и GPDF. Так, подождите, подождите. Давайте, значит, это, начнем сначала. Для тех, кто двоечник и не смотрел доклад с NextHop. Записи-то, кстати, будут же, наверное, уже на тот момент, когда мы это выложим. Давай, Женя, значит, три слова. О чем был твой доклад? Прям вот. Ну, если коротко, просто рассказал такой сексесс или, ну, в основном сексесс-стория о том, как мы поменяли наши старые фейервольные фирмы на новые решения поверх GPDK. И, собственно, чего нам это стоило? Боль, страдание, унижение. Да, была и боль. Не о всей боли удалось рассказать, к сожалению, из-за тайминга. Слушай, ты попросил не задавать удобный вопрос, я не могу удержаться. Я хотел его еще в доклад запросить, но после него, ну, удержался. А вот про этот drop-in replacement, насколько было потом тяжело мигрировать и были ли косячки? Косячки, естественно, были, но там скорее из-за невнимательности, а не из-за того, что мы что-то там криво написали. Написали все нормально, сконфигурировали пару раз плохо. По поводу drop-in replacement, видишь ли, вот это как раз тема, которую я не рассказал в докладе, просто иначе бы еще полчаса ушло. Наше текущее решение, оно не совсем стейтлесс, вот которое было, ну и сейчас на самом деле тоже. Некоторые правила создают динамические стейты, и хуже того, эти стейты шарятся между остальными надами. Поэтому, если эту особенность не учесть, то можно прийти к ситуации, когда ты запускаешь новую фэрволу, а он ничего не знает про то, что ему нужно принимать какие-то стейты и еще трафик назад разрешать. Вы вообще не реализовали стейты в том момент? Нет, мы об этом знали и знали, что нужно будет это сделать, и мы это сделали. Так, я предлагаю представить, что, значит, на том моменте, когда Женя рассказывал, о чем у него был доклад, все, значит, поставили на паузу, сбегали, посмотрели доклад, и теперь твой вопрос имеет смысл. Не просто, это ровная фраза такая. А я хотел еще в другую сторону немножко спросить. Ты же сказал, что это у вас вроде уже вся история, да? Да, вроде. Вот мне всегда давно было интересно, как такие вещи раскатываются на инфраструктуру типа Яндекса, ну, в смысле размера. То есть, понятное дело, сначала вы что-то проверяете, потом какая-то лаба, потом, значит, что-то тестите, но потом же наступает день хы, во время которого надо перекреститься ногами и катить это уже по-большому. Или как это происходит? Все верно, но там было несколько стадий. Ну, допустим, опустим стадии, когда мы что-то там разрабатывали и тестировались. В один момент мы подумали, нам нужен прямо реальный трафик, мы хотим запустить это впрод, но не совсем впрод. По сути, захотели отзеркалить трафик и направить его на фаервола, чтобы он их попытался пофаерволить, но там переписал в ланге, скажем, чтобы они потом блэквалились. То есть, честный живой трафик. Да, самый честный живой трафик и просто банально сравнить с машиной, откуда зеркалируется трафик. Если там какие-то там кардинальные различия, ну, значит, пошли фиксить. Но, к моему удивлению, оказалось, что кардинальных отличий даже при первом запуске не особо-то и наблюдалось. Что уже навело на сомнение, а все ли мы делаем правильно. Правильно ли вы мониторите. Да, во-первых, правильно ли мы мониторим, а во-вторых, не бывает чудес. Подожди, а что вы ожидали там увидеть? Ну, например, стопроцентные дропы или, наоборот, отсутствие дропов. А оказалось, что в процентном соотношении оно даже плюс-минус похоже. Мы начали дальше строить статистику, понимать, делать распределение по протоколам, по портам, скажем, по адресам, по сетям и так далее. Мы поняли, что оно подходит. Вот, а поскольку мы сделали за счет поддержки расшарения вот этого протокола, стоит, ну, можно сказать, дроповин-реплейсмент решения, нам ничего не мешало потушить один фейеролл и запустить вместо него новый. Так и поступили. Аккуратненько, один за одним, тушили, запускали, тушили, запускали. То есть это на уровне содов? Да, ну, это, да, ну, на уровне даже машин. Одну машину тушили, даже в пределах одной стойки. И тратик аккуратненько туда-сюда перетекал. Да, плюс-минус. Единственное, что было сложновато, это с мониторингом. Нам пришлось круто переделать нашу инфраструктуру для мониторинга, потому что, ну, вот, метрики, которые в dpdk собираются, они сырые. Сырые, плохо сагрегированные, ну, потому что не хочется тратить на этот ресурс. А ты какие имеешь в виду там метрики? Что, количество пакетов в данном случае, скорость их обработки? Да, ну, вот, например, банальный PPS, да, пакетс персеконд. Мы не считаем PPS, мы считаем просто каунтер пакетов. А потом уже где-то отдельный производный от него берем. Но просто по каунтеру, если когда ты запускаешь фейервол, достаточно сложно судить о том, хорошо все или плохо. Ну, типа, если он вообще не увеличивается, значит, понятно, что все плохо. Но сложно следить за рейтом. Вот, поэтому там еще сильно упоролись и переделывали инфраструктуру мониторинга. Проблемы были такие, что скорость, скажем так, вот мы отправляем точку и видим ее на графиках там только через 30 секунд. Когда ты запускаешь нечто, что оперирует там десятками гигабит в секунду, за 30 секунд у тебя может на пол пролиться дофига всего. Вот, поэтому мы ускорили все это дело. И теперь у нас момент от отправления точки до появления на графиках составляет меньше секунды. Ну, примерно секунды. Это то есть даже если порт упал вообще, в мертвую сгорел? Мне кажется, это наиболее простая ситуация, когда порт упал и сгорел. Очень легко отлавливается и мониторится. Нет, ну, я имею в виду, что тебе все равно надо успеть это куда-то либо перебалансировать, то есть, либо ты где-то повышаешь нагрузку, либо у тебя должна быть синхронная история изначально. Ну, когда порт отвалился, ладно, это действительно самое простое. Гораздо прикольнее, когда ты пускаешь трафик, а, скажем, маршруты еще не доехали, не подсосались, да, у тебя просто своему датаплейну непонятно, куда дальше отправлять. Пакет. Вы когда выпускали этот прот, у вас вся контроль, контрол плейн, который обеспечивает, там, когда оказываешься дырку в системе, она простая, вот Firewall, она уже все была дэмом написана. Да. Полностью, считай, сначала написали, потом запускают. Понятно, что там какие-то патчи пришлось доделать, то, что видели, несовершенство. Сколько времени потребовалось на разработку? На разработку где-то полгода, но тут стоит сказать, что не с нуля мы начинали, поскольку, как в докладе упоминал, у нас был фреймворк по RDPDK, ну, там, так сказать, каркас был основной, то есть весь вот этот пайплайн обработки пакетов, не было нюансов, например, в ауткардных сетей, не было шаринга стейтов веревольных правил, ну, и дополнительно не совсем полная поддержка всего роллсета, который у нас был. А вот, кстати, то, что у тебя тоже спрашивали по поводу опенсорса, это все в итоге у вас инхаус остается или что-то наружу отдадите? Слушай, даже не обсуждали это. Тут ситуация, конечно, интересная. Смотри, ну, опенсорс, это, по моему опыту, что я несколько проектов в опенсорс выкладывал и веду в том числе, это довольно большая нагрузка. Во-первых, а во-вторых, вот прям такую хорошую экосистему вокруг этого всего нужно строить и сильно много уделить времени на ревью, на тестирование всего этого. Представьте, патч зашлют, и вы, а, нормальный патч, катя впрод, и все ломается. В принципе, можно это за опенсорсить как бы односторонне, то есть, типа, вот вам на GT лежит, делайте с этим что хотите. Нет, это еще хуже, так не надо делать. А то, что вы написали, оно насколько специфично для Яндекса? То есть, может быть, там просто все, что вы сделали, оно только вот его задачи конкретно решает? Нет, оно вообще не специфично для Яндекса. Ну, там единственное, что в качестве входных данных правила в формате IPvv. Но этот формат достаточно распространен, насколько я могу судить, и он удобен, если честно. Ну, его изучить, как можно написать, какой-то модуль, драйвер, который из другого формата. Ну, да, это все равно делается в рамках подготовки предварительных правил. Так что, если надо, такой адаптер вполне можно сделать. Как ощущения от конференции? Конференции хорошие, ребята достаточно продвинутые технически, сильные. Я смотрю, мы пытаемся подобрать слот, который во время доклада можно все очень записать, не хочется не пропускать, все интересны. Да-да-да. Мы сейчас после обеда как раз стояли и думали, когда бы это сделать. Выбрали Google. Потому что у Google там хороший, кстати, доклад такой, тоже про балансировку. Мне кажется, нет, самый троганный доклад сегодня должен быть от Facebook. Но все ждут, по-моему, Facebook, это просто король вечера будет человек. Тут нужно 10 минут на доклад, а остальное на вопросы. Ребята, мы решили отменить. Просто задайте один вопрос. Задавайте свои ответы. Да-да-да-да. Слушайте, так а по поводу, значит, диплоя в облаке-то, этот же firewall используется или вы там свое изобрели что-то? Я даже не знаю, мне можно что-то говорить или нельзя что-то говорить. А ты отвечу максимально общими словами. Мы переиспользуем лучшие практики Яндекса. Нет, ну смотри, почему, собственно, спрашиваю. На скейле там вот каждый второй мне говорил, что типа это не наша уникальная разработка в том смысле, что это уже внутри Яндекса была какая-то штука. Ее вот со временем решили, значит, вынести наружу, да, и вынести это решили, значит, через облако. Там и всякие ваши S3, и виртуалки, и трекеры, и все на свете. Большую часть так, да. То есть, вы же в облако все приходит именно из внутренних разработок, да. Здесь получается, что firewall сейчас внутренняя разработка Яндекса, облако тоже внутренняя разработка Яндекса. А чего ж их не подружить-то тогда? Раз он такой замечательный. Ну, скажем так, они подружены, но в том именно контексте, что это выносится на пользователя через облако, но такого нет, потому что firewall очень... С пользователем, наверное, и не надо. А, ну, если только откуда-то там DDoS отбиваться. Да, то есть отдельно анти-DDoS. Во, кстати, что еще хотел спросить-то. Просто один из любимых вопросов же у людей, да, что вот городским легендам, вот у Яндекса сколько там в последний раз слышал? Пять, по-моему, стоек стоит, которые чисто на пинге отвечают, да. А вот этот firewall, он сколько вообще места занимает физически? Ну, например, на один датик ставится одна стойка, десять, на целый ряд раскатывается кластер железок. Которые это молотят. Ну, этот firewall селится на точно такой же железке, на которых и остальные сервисы селятся. Это специально было сделано, чтобы закупать что-то там дополнительное. А, то есть это ваши обычные у сервера? Ну, не смотря на то, что они кастомные. Ну, они не совсем кастомные. Ну, индексовые. Индексовые, да, да. Точно такие же сервера, но единственное отличие, это сетевые карточки пободрее, ну, и их за счет резервирования две. А раньше же, по-моему, это были отдельные тазики. Тазики. Так это те же самые тазики, только FreeBSD с них снесли, просто поставили Linux. Спасибо большое за доклад и за этот маленький шок. Вам спасибо. Что, о чем, Женю-то ждем в гости? Женю ждем в гости. В принципе, у нас даже свободные слоты в этом году, наверное, еще есть. А Женя к нам придет? Почту. Почту. Мы посмотрим, что там со своим. Марат, Марат, с тебя не слезет. Мы его будем массировать и напоминать. Ну, все тогда. Всем спасибо, ребят. Всем пока. Пока.